Я что хочу сказать, кроме того, что было плохое, я все-таки Ленинскую школу закончил и буду сетировать в Денина, обратную сторону медали. Во-первых, я согласен с тем, что на самом деле, несмотря на все эти напряги между Арменией и Азербайджаном, в этом году войны нет. Самое большое достижение. Это огромное достижение. Поверьте мне, что это огромное достижение. Действительно так. Когда я сам был в приграничных этих местах, видел этих людей и так далее. Более того, я могу сказать, что для меня был это, конечно, очень мощнейший пиар-код. Илхам Алиев в своем день рождения проводил, я думал, что сейчас приедут послы, он поедет через детство. Рано утром мы вместе с супругой поехали, есть такой район Ахзербайджан, который при границе. И они открыли новое место, больницы и так далее, дома, которые для лачинцев построены, беженцев. И с супругой они сидели, ну, часа, наверное, 3-4 там были они. Потом они, то есть, когда там они обсуждали эти вопросы, вложены деньги и так далее. Это непростой вопрос. Как-то мне вот говорили, что на днях недели-две назад в Вашингтоне был круглый стол. И по карабахскому вопросу человек из Армении, Армении, вернее, по-насанасе, сказал, что азербайджан занимается неправильными пронихотами, потому что, почему людей держат до сих пор в палатках, чтобы сказать, подчеркнуть проблему беженцев. Я никогда не сказал, что, вы знаете, в 2007 году уже последние палатки убрали. То есть, существует огромная информационная вот нехватка, даже в элементарных вещах. Поэтому в этом направлении, конечно, нам надо работать. Потом, если говорить о тех мероприятиях, которые были между Россией и Азербайджаном, допустим, в этом году в Азербайджане был форум интеллигенции. Туда поехало очень много россиян. И я, честно говоря, каждый раз, когда еду, вижу очень много и театралов, и париталов. То есть, есть связи на уровне интеллигенции, и это очень хорошо. Надо подчеркнуть все-таки, что нашли общий язык между Россией и Грузией. По вопросу ВТО, вхождение ВТО, это тоже, я считаю, что все-таки это позитив. Это шаг, который, да, это можно говорить, по-разному можно относиться. Но то, что Россия вошла, это хорошо. Это и большая обязательство, дай Бог, чтобы в связи с тем, что мы начали говорить о тех демонстрациях и так далее, ВТО, это уже не эмоционально, а ставит вопрос. Что вы должны развивать экономику, менять, и должны свое место найти на этом мировом рынке. Если найдете, найдете. Не найдете, то найдете, будете получать прибыль. Мне тоже было очень неприятно, поверьте мне, когда я читал, вот, как Лукойл ходил в Маласане, да, вот, в Америке покупали заправки, и в Европе какие-то акции перерабатывающие заводы. И вдруг Европа начинает говорить о том, что вы не должны это делать. Почему я Путин выступал? А почему мы не должны делать? Почему мы должны, извините меня, отправлять нефть по той цене, не знаю, стоит 2 рубля, а в этих перерабатывающих заводах, которые в основном в Европе 90%, перерабатывать и это продать за 20 рублей? Почему? Почему мы не имеем права? Вот в этот вывод дает возможность, и экономику можно поднимать, и надо выходить в эту Европу, и грамотно надо это делать. Конечно, это непростой вопрос, и по поводу Франции и так далее, я, честно говоря, когда, чисто эмоционально скажу, когда это было принято, мне было очень неприятно. И когда я в Вестнике Кавказа думал, как это освещать, и увидел главную новость и слова Арашева, то, знаете, мне его позиция очень понравилась. Это еще раз говорить, что среди нас есть люди, и мы принадлежим, чего я и всегда хотел. Не уропатриотизм заниматься, а глубоко посмотреть в это. И он глубоко посмотрел, и насколько я понял, что это было экономическим ходом, и по большому счету, это позиция более выгодна самой Франции, чем армянская община. По большому счету, можно поднимать флаги, поднимут, и в интернет-ресурсах будут писать, и так далее. Ну что сами армяне получили от этого? И совершенно здесь правильно было сказано. Получили то, что Карабахскую проблему еще сложнее будет встречать. А эту проблему, извините меня, ну реально на сегодняшний день, я еще раз говорю, что такое Карабахская проблема? Карабахская проблема, ребят, вот Великая Отечественная война, да, для нас, Сталинград какой он был? Вот разрушенные дома, вот эта вся инфраструктура разрушена. 20 лет замораживания, это разрушение вот всей этой инфраструктуры. А что, это же фашизм, что два народа вместе не могут жить, и третий народ, это не фашизм. Я считаю, что частейшего вас решено. И не должны эти народы договориться. Ну даже, вы знаете, даже тот круглый стол, который был на историческом факультете, там после первых пяти слов Заргарьяна Власов ушел на лекцию. И я думал, что долго не вернется, потому что за пять минут он такое сказал. Я один остался, и армяне сидит. Ну и еще Крештарев там сидел, молчал. Я начал говорить, я говорю, слушайте, посмотрите на нас. Кто сидит здесь? Вы сидите, я сижу. И сидит Женя. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эта проблема затрагивает в первую очередь нас, и интересна нам. И мы должны решать. Что вы делаете, говорю, что в Армении население не осталось. Не говорю о Карабахе. Сами же начали говорить, что за 20 лет самое большое достижение наше, это независимость Карабаха, или независимость Азарова. А что говорить? Экономически ничего нет. Другой парень начал говорить, что я в Аркинец, говорит, в Союз Армянсзал. Я говорю, этот народ, правительство народа, ничего плохого говорить я не смогу. Взяли поставили у нас на сайте это. В Ахрамас, да, называется это? В Ахрамас. Поставили у себя. Я думаю, а Леваншер, Назарьян, тогда я думаю, слушай, люди уже начинают понимать, что вот этого дьявола надо убирать, да? Надо богоугодными делами заливаться, надо договариваться. И вдруг внизу начали писать. Ах, ты в Баку хочешь ехать? Да таких людей мы в Нидже убивали, ты предатель Родины, и так далее, и так далее. Перед этого Тиграна, мы чуть не спасли, там, два слова он сказал, на встрече Медведева, что я армянин, у азербайджанца получил оценку по истории Азербайджана, отлично. Но прежде, то, что это Медведев тоже сказал, балабис, да? Такое пошло. И с этой, со стороны азербайджанцев, тоже на одном мероприятии, ты армянину пять поставил, я на пять знал, и на пять поставил. То есть, пока вот этого понимания не будет, поэтому, конечно же, вы знаете, это не модно, это может быть звучит так, да, нечего делать, что ли там, есть журналистика, скандалы, я не знаю, может быть звучит это все так, как будто я как-то священник говорю, или что-то. Нет, я хочу просто простого. Люди были людьми. И если в этом отношении будут какие-то круглые столовые мероприятия, я вас очень прошу, давайте будем участвовать. И без эмузации надо говорить о третьих вещах. Это нужно, необходимо. Потом, и позиция Аришева здесь, честно говоря, мне очень нравится, и приход его, и участие. Это прекрасно. Это прекрасно. Больше со всех сторон, чтобы были вот таких людей. Тогда, я не говорю, что мы решим сегодня этот проблем, но придем к общему какому. Но хотя будем общаться нормально. А с этого все начинается. Как говорится в мультфильме, дружба начинается с улыбки. Что-то должно быть такое. Я и по поводу еще что. Сегодня, допустим, еще такой вопрос. На этом я закончу. Вы знаете, существуют у Загавказских республик отношения с Францией, о чем мы говорили. Франция историческая всегда была. А Франции другого ожидать невозможно было. Просто чисто экстремально это было уже. Да, вот на уровне Сарказии. Он большой такой, экстремист политики, скажем так. В Соединенных Штатах есть связи с Загавказией. В Великобритании есть. В Германии что-то стараются делать. Но самые близкие отношения с Загавказией было с Россией. И вы знаете, без всякого, вы поезжайте, просто посмотрите. Тягетение народа сохранять и развивать это отношение, и политиков есть. Но в этом направлении надо работать. И чтобы не было то, что и в Южной Осетии, и в других местах, я считаю, что все-таки, не повторяя слова Трофимчука, ни в коем случае, я не ставлю из себя кого-то, но если бы, если к нам обращаются, и мы можем в этом отношении что-то делать, нам надо делать. Потому что вот тот же экспертный совет, который создается, и они просят там такие же доклады и так далее, вот просьба и в этом участвовать. Потому что практически, чтобы это все отражалось, это тот мир, в котором мы живем. И поверьте, что она нам нужна, вот сохранение этого пространства нам нужна. Если для этого приглашаем Баку ехать, надо ехать в Баку. Если кого-то из Баку приглашают, надо... Потому что мы, поверьте мне, цель одна сохранение этого пространства. Недавно отправили нам фотографию, я Леша сказал, что поставил на месте Кавказ. Руслал, не знаю, поставили где-то. Мы поехали, вот просто сидели за столом, ели, они говорят, что вы хотите, чтобы мы вам подарили, и мы говорим, герб России. Мы уже думали, что забыли о них. Через день мы приходим, художник сидел просто, он говорит, что нарисовать? А там кто-то из ребят, ну, нарисуй им герб России. И он не точно нарисовал. Он сделал вот огромный такой герб, клянусь, вот мы взяли этот герб и приехали в Москву. Леша мне говорит, что слушай, как сейчас, и там говорят, таможенники, как вас пропустят? значит, тачка поставили бы его и двумя руками несём, вдвоём несём. Поверьте, клянусь, я вам говорю, вот реакцию, вот если он сказать, там, начиная с таможенного, качая с народом, которые там стоят, вот пропустили к строю, мы шли, мы шли, вот так, как победители страны. Он был не на счёты, да? Нет, он огромный. Он на счёты сделан был? Сделан, мы отправим вам. То есть, и Баку тоже с таким же уважением и так далее. Понимаете, есть цветы, святые вещи, поймите меня, есть у людей, есть у глубины у людей, что вот в Советском Союзе было так хорошо, жизнь, вот это всё. Это надо развивать, это обязательно надо развивать.